Сын Гейдара Алиева не может работать преподавателем в политическом ВУЗе. Тяжесть ситуации была именно в безысходности, в том, что это уже как бы приговор. Приговор, который вынесен твоему отцу и, естественно, тебе. Азербайджан для нас был закрыт, потому что здесь происходили события, которые даже трудно описать, по истерии, вот такой вот вакханалии, такой антиалийской. И, несмотря на это, Гейдар Алиев принимает решение ехать на родину. Он мне рассказывал, я видел развал советской системы и решил, что пришло время служить своему народу, народу Азербайджана. А это было не на руку, конечно. Конечно. Власти и было, нам известно, принято решение его арестовать. Ну, что делать? Надо ехать. А вы были бы с ним в этот момент принятие решения? Да, конечно. Ну, советоваться-то он с вами с ним больше никому. А больше ни с кем. Ну и потом, в самые тяжелые моменты я всегда был рядом. А тогда в Азербайджане тоже не хотели его приезда. В Баку убит директор издательства Азернеш, готовивший возвращение Гейдара Алиева на родину. А потом это дело расследовали, было выявлено, что это местное КГБ организовал им предыдущий, предыдущая власть. Его убили с тем, чтобы напугать и не допустить его приезда. Через некоторое время мы под другим именем, в общем-то, нелегально организовали его выезд в Баку. Мы наблюдали за Алиевым после того, как он вернулся в Азербайджан. Говоря «мы», я имею в виду всю Турцию. Нас интересовало, зачем приехал в Азербайджан Гейдар Алиев. Власти перепугались, потому что он вышел в город и толпа пошла за ним. Народ сразу потянулся к нему. Потянулся к нему, потому что народ в него верил. Пришел начальник полиции города и сказал, что вы зачем здесь проводите несанкционированный митинг? Он говорит, я никакой митинг не провожу, я иду по городу. А он говорит, а люди за вами? Ну, что же у меня? Идите людям, скажите. То есть это интересно. И вот куда он идет? И люди за ним идут. Он шел по улицам Баку и не узнавал свою столицу. Когда-то веселый город, город, в который он вложил столько души и сил, был похож на поле боя. Злые озабоченные лица, митингующие толпы, разбитые окна и витрины. И везде вооруженные патрули. Люди Муталибова ему послали сообщение, что ему здесь нет места и что ему дают один день, чтобы он убрался из Баку. Уже через день после возвращения Алиев вынужден покинуть Баку. Опять тайком, сидя в самолете среди мешков с письмами и посылками, он летит в Нахичевань. От Баку до автономной республики Нахичевань 300 километров. Но добраться туда можно только самолетом. Ко времени возвращения Гейдара Алиева на родину, Нахичевань оказалась практически в блокаде. Единственный железнодорожный маршрут, связывающий ее с Азербайджаном, пролегает через армянскую территорию и перекрыт с начала конфликта. С севера, за горными перевалами, пылает войной Карабах. Окраины самой Нахичевани то и дело подвергаются обстрелам. Бомбились со всех сторон. Очень было, когда вот вспоминаешь, просто ужас берет. И голод, и есть нечего, и вот война. Жить трудно было, света не было тогда, провода пререзали, не было газа тогда. Резали дерево, чтобы согреть комнату. Помощь можно было ожидать только из-за рубежа. К тому же граница с СССР с Ираном была разрушена еще до приезда Алиева в Нахичевань. И здесь налаживались стихийные контакты. Весть о возвращении Гидара Алиева на родину в считанные часы облетела все районы Нахичевани. И там люди собрались на площадь. То есть весь Нахичевань там было больше ста тысяч человек. То есть практически каждый третий был там. Даже балконы народа, шиферы все, как голубы сидели. Много народа собрался. Ну, это было уже возвращение. Он поселился вот здесь, в доме своей сестры. Туалет на улице, вода в колодце. Это после кремлевских кабинетов и дачи в Барвихе. Но именно здесь возрождался к жизни новый Гидар Алиев. Начал он был худенький. А потом народ встретили такой горящий. Он хороший был. Начал день, день уже поправиться. И был хороший. И беседовал всегда народом. В ноябре 90-го года земляки избирают его депутатом Верховного Совета Нахичеванской Автономной Республики. Уже на первой сессии, которая прошла под председательством Алиева, Верховный Совет Нахичеванской Автономии был переименован Верховный Меджлис. Из названия республики исключены всего два слова. Советское, социалистическое. Но это значилось слишком много. Нахичевань больше не подчинялась Москве и союзной власти. В Кремле сделали вид, что ничего не заметили. Советский Союз уже трещал по всем швам. Прибалтика, Армения, Молдова и даже Россия. Все жаждали независимости друг от друга. Верховный Совет Нахичеванской Автономии